итак добрый день дорогие этого зрителя сегодня пишу я с телефона так как на компьютере у меня нет динамика что хочу поговорить говорить хочу о девушках или что случилось ну по крайней мере что случилось в соцсетях с современными девушками но допустим есть я сижу на маме даму наверно всем известны такое приложение mambo он сижу достаточно давно встречался в принципе отсюда ничего хорошего я отсюда не вынес то есть отношения не построил ни с одной с кем я здесь встречался этого сайта и так делим девушек на три типа первый тип это даже на 4 1 4 1 это фейк то есть это какая-то левая анкета с целью дамка чем денег то есть там в плане фото вторая анкета это девушки которые у которых либо чрезмерное чесло и либо у них такие тараканы в голове что они не могут на найти нормального парня очень для себя вот последняя группа это самый малый процент это процент адекватных девушек то есть те которые отвечают то есть смотрите что что допустим с тенденцией сегодня в соцсетях вот в частности этого приложения то есть на слово привет уже никто не отвечает то есть привет стало для девушек в соцсетях ну по крайней мере в этом приложении на как других это как матерное слово то есть ну тут может быть два варианта ты можешь быть красавчиком то есть у тебя лицо красивый ты можешь писать привет некоторые девушки не отреагируют потому что для них слишком банально но если ты красавчик в лице ну вот я рожа не вышел да допустим я мало пользуюсь тут спросом так скажем есть много мало кто вообще мне отвечает но я пробовал я загружал фотку брал другую фотку другого парня там еще пару фоток ну такого приятного на внешний сюда загружал и девяносто восемь процентов вот из того что не отвечала то есть тут нужно быть чтобы тебе именно ну в этом приложении по крайней мере чтобы быть тебе чтобы тебя заметили нужно либо быть пушкиным то есть нужно прям какие-то стихи писать какие-то подковырки либо либо быть супер красавчиком на лицо но как я понимаю ну блин ну большинству ну наверное большинство все-таки граждан мужского пола у нас не брэда пита да как я прямо и вот самое наверное главное то что такое вот такая фигня то есть как бы девушка заходя сюда как я понимаю она ищет и красивого там и богатого то есть большинство я уверен про процент в 70 находящихся здесь вот девушек они ищут и красивого и богатого и чтобы был красиво что был сложен хорошо и что была машина они выдумали какого-то себе принца на белом коне которым там мама детстве им читала сказки вот то что принц на белом коне и вот они зашли сюда с этой целью найти этого принца но но реальность такова что либо я ни в коем там ни в коем разе не не принижаю там красоту белых славянских мужчин но действительно мне кажется все таки где-то может быть в америке черта лиц у американцев более то есть они болит почему вот говорят что у девушек вами то есть девушки там в европе в америке не очень красивые а у нас красивый но парни ну я просто и смотрел интервью там вот но типа мужской пол там более красивый потому что в америке там более такие точеные черта лицы то есть без круглых переходов вот как у нас славянский тип такие овальные лица а у них более точеные то есть для мужика это хорошо а для девушки это не хорошо вот есть форму лица у нас наоборот у нас девушки красивые потому что такая у них более овальная форма лица вот а мужчинам как бы это не подходит вот и опять же возвращаясь то есть они выдумали какого-то себе там принца на белом коне то есть все говорят поменяй фотки да ну вот в анкете вот у меня там есть две фотки такие и там с голым порт все говорят поменяй фотки я говорю менял ничего толку нет то есть смысл весь в лице то есть если ты родился харизматичным красивым то большинство пути тебе открытой себе будет легче намного это я уже на себе заметил просто был пример когда я был студентом пошли гулять я и ночью я друг мой и еще двое ну друг был такой мачо местный общаговский ну то есть такой смазливый вот и мы там познакомились и что заметил я просто так сторонке стою стою и вижу что все основное внимание девушек хотя он ну он такой не красноречивый простой то есть то есть все основное внимание девушек приковывается именно к этому парню так вот они выдумали себя какого-то там принца на белом коне ну не реальность кова что нет что реальность кова что большинство мужиков просто хотят там секса без обязательств они это я не понимаю они сидят здесь да вот эти девушки я не понимаю неужели не понимает что здесь большинство парней но есть и наверное может процентов двадцать пятнадцать максимум 30 они просто хотят там ну отношений да там действительно кто-то ищет для отношений себе но большинство же понятно с какой целью сидеть на таких сайтах большинство ищет там секс ну неужели девушки во всех наверное я вижу девушку там какие другие сидели в соц я спрашиваю как она говорит как везде все хотят секса я говорю ну чего ты здесь ожидал увидеть что тебе будут все здесь красавчики все захотят сразу на тебе там жениться вот то есть второй тип это фейки они там какие-то ссылки кидают еще чего-то еще чего-то ну в общем такой фейки короче фейки там либо зэки какие-нибудь либо бабы либо мужики с фотками баб ну сейчас такого меньше стало третий тип это адекватные девушки которые на слово привет отвечают ну да есть еще неадекватные которые это еще один тип который отвечает но нормально общается там иногда можно сказать еще 3 тип есть общаться начинаешь общаться начинаешь как за 300 человеком а он потом ну вдруг резко перестает общаться или там в игнор тебя кида то есть таких много примеров то есть ну вот просто отсюда да я встречался хотел строить отношения но такое чувство знаете вот я понимаю что большинство девушек нормальных ну я имею ввиду нормальных по характеру по головному мозгу по мировоззрению они давно все заняты то есть все нормальные девушки уже давно там замужем с детьми а здесь действительно вот как я ранее говорил те у кого через свой завышенный те кто считает себя пиздец какой и чтобы там с ней быть нужно блять нужно минимум там на самолете летать собственном либо у которых такие в голове тараканы что ну просто не может найти нормального парня в реале вот вот основной контингент здешних девушек то есть на слово привет ну вот скажите мне вот как раньше знакомились подходит вот как я просто не представляю то есть в клубе ты с какой как с какого слова ты начинаешь знакомство с девушкой вот парни да каком вот в клубе ты подсаживаешься к девушке говоришь курды-мурды кардабырды и ну я просто дословно конечно начинаешь со слов привет а потом уже начинаешь оградить какую-то то есть ты это это просто надо понимать что это просто элементарное уважение человека то есть и привет ты начинаешь что сразу там каких-то стихов ты начинаешь с банального просто привет вот и вот просто по анкете сразу можно определить вот вот сразу вот вот это полина 19 да вот возможно это не фейк но сразу говорю чтобы она тебе ответила потому что вот обычные вот такие такие вот симпатичные девушки да ну на вкус и цвет товарищей нет как я говорю ну я говорю что она допустим симпатичная да вот у кого-то как вот они стопроцентных случаев если ты не красавчик и даже если ты пишешь какие стихи они в стопроцентных случаях тебе не ответит я уже пробовал я пробовал с фотографии красавчика они отвечают далее есть сейчас скажу еще есть такие вот ну тоже симпатичные но в общем те кто такие смазливые девушки такие симпатичные с фигурой вот это вот скорее всего не фейк как я понимаю боль в большей степени фейк можно отличить по фотографии там короче если фотография одна или две и видно что не прям такие такого студийного качества прям 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 ума то скорее все это фейк а если вот наподобие вот таких вот фото то есть таким вот качеством да допустим вот вот таким в качеством это уже стопроцентный допустим не фейк то есть просто и ну понятно что сейчас в реально никто не знакомится ну вот просто к девушкам ну блин вы ожидаете то что здесь здесь никто вам сразу руку сердце не будет права здесь все парни в основном хотят так скажем перепихона вот в основном просто очнитесь ну действительно да я понимаю что встречает по обложке поражает пуму но ну просто просто я не знаю все говорят знакомься в реале да ну вот 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 а я всем отвечу а чем отличается реал от вот этой вот соц сети да допустим ничем то есть допустим вот и девушкин писал да допустим там привет она тебе не ответил значит у нее вкус ну ты к ней подойдешь на улице ты скажешь привет заговоришь она-то смотрит на лицо она посмотрит реально ну ну такой себе она может даже тебе не ответить даже если ответить она с тобой поговорить неохотно и просто с ней то есть принцип просто там живое общение здесь не живое но в итоге может престижу это есть смысл что здесь твоя хая там что в реале твоя хая если ты ей не нравишься вот так ты и там и тут ей не будешь нравиться то есть просто блин делу просто надо быть проще действительно или вот да тоже встречая там 30 летний там 35 тоже иногда с ним переписывая вот я понял что брак отношения это пиздец какой здесь какая русская рулетка вот допустим да говорят я там 10 лет была замужем а то потом понял что он меня не устраивает я люблю то есть ты пиздец ты там вышел замуж поженился он вышел замуж поженился вот живешь 10 лет вдруг одна жена приходит говорит все я не хочу быть с тобой теперь люблю и нахуя это надо десять лет были трубу считать он не в трубу там допустим если дети есть то хорошо а так блять еще и пол царства заберет ну нахуя вот поэтому я и вот у меня вот ладно было бы один такой пример на таких примеров сотни я вижу на этом сайте я вижу сотни таких примеров когда разводится до хрена то есть блин ну камон гайс но блин действительно это русская рулетка тут не угадаешь даже блин ну про возможно еще просто ухаживать нужно правильно задерживать есть вот такие вот которые там выкладывают но это в игноре это я троллил ее в общем есть которые бабы которые сиськи выставляют а потом что-то говорят конечно блин и там сиськи выставляешь а потом говоришь что у тебя не извращенно спишь но просто я все это блин весь этот враг это русская рулетка вот и побывав в отношениях уже много раз я пробовал строить отношения ничего нормального мне не попалось я просто не хочу не так но пока что ближайшие лет пять не хочу там не отношений не не жениться вот знаете еще в чем прикол кто бы что не говорил а тело все равно влияет на на какую-то даже и вот я допустим вот сейчас я пришел с тренировки вот вам был пример да я пришел с тренировки вот и я занимаюсь на турниках сейчас уже жарко лето у меня позвоночник все больной я его устанавливаю и сидят сидят три девушки 2 2 парня вот ну и а я одел майку то есть у меня как бы живот есть но он когда я не поем он такой на более-менее плоский вот вот вторых у меня то есть более менее раскачаны вверх то есть торс плечи грудь руки более-менее раскачаны широчайшие он я вижу девушки как дундун дунду на меня я же я все равно вижу как она сидит с ним вот оно сидит у него там на этих на коленях она все равно смотрит на меня ну то есть видимо это это видим инстинкт какой то то есть как бы девушка ну ну парень там такой был ну не но крепкий но нездоровый но такой средней Вот, и, видимо, это уже происходит на каком-то инстинктивном уровне, то есть, самка видит более такого здорового самца, который там обеспечит ей более, то есть, это подзазнательно у девушек, скорее всего, даже вот в маршрутке там, на пляже, ты выходишь, ну, там, ну, то есть, и видишь, как девушки смотрят на тебя, ну, и не раз смотрят, то есть, ладно бы, ты там зашел раз, вышел, то есть, я ловлю взгляд, я так взгляну, ну, то есть, я вижу, как они смотрят, то есть, если ты такой более-менее подтянутый, то, по крайней мере, по телу будут на тебя девушки смотреть, а там уже на лицо, не знаю, вот, то есть, все равно я вижу, как вот она сидит с ним, и она смотрит на меня, то есть, и нет бы она там раз посмотрела, допустим, я пришел, занимаюсь, она раз посмотрела и увильнул, то есть, и не смотрит, нет, она, она, они прям сидят втроем и поглядывают, так поглядывают, поглядывают на меня, то есть, То есть, видимо, тоже это как парни тоже смотрят на девушек, смотрят на жопу, на сиськи, на грудь, все потому что это инстинктивный уровень, чтобы, как говорят, он оценивает, сможет ли самка прокормить потомство, сможет ли она хорошо родить. То есть, если таз широкий и жопа большая, значит, он там хорошо ребенка выйдет. То есть, все это, скорее всего, возможно на каком-то уровне, на неподсознательном, то есть, на подсознательном, все это идет от наших инстинктов. Ну, вот такой вот небольшой рассказ. Спасибо за просмотр, до свидания.